Замедлился YouTube? Наш сервис VPN легко обходит ограничения. Смотри видео в высоком качестве без ожидания. Переходи по ссылке в описании и подключайся. Смута даджала. Самая великая и страшная смута для человечества. Об этом прямо свидетельствует достоверный хадис, в котором посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал, «Не будет между сотворением Адама мир ему и наступлением часа этого смуты более великой, чем появление даджала». Согласно другим сообщениям, даже испытания могилы меньше по своему значению, чем смута даджала. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, сказал, «Мне было сообщено в откровении, что вы будете испытаны в ваших могилах испытанием, подобным испытанию даджала или близким к этому. Представьте, насколько страшна смута антихриста, что даже испытания в загробном мире с вопросами двух ангелов Мункара и Накира, с ожиданием Дня Суда и так далее, все это только приблизительно похоже по своему значению на смуту даджала. Когда он явится к людям, у него будут прекрасные сады и огонь, у него будут горы, еды и чистая ключевая вода, в то время, когда люди будут нуждаться и голодать. Где бы он ни был, в его владении будут сокровища этого мира. Он сможет оживлять тех, кого умертвил, вызывать дожди и взращивать растения из земли. Много сверхъестественного увидят тогда люди. Однако многое из того, что приписывают ему сегодня, недостоверная или явная выдумка. Мы знаем, что даджаль сейчас жив и находится в одном из островов, о чем свидетельствует рассказ Тамима о Даре, да будет доволен им Аллах, который лично виделся с антихристом. Среди людей, и особенно в просторах интернета, очень распространена ложь о том, что даджаль сейчас находится среди нас и правит миром. Они верят в то, что он может принимать разные облики, что он в одном облике руководит мировыми СМИ, в другом – правит какими-либо странами, в третьем – владеет транснациональными компаниями, либо же он руководит самыми влиятельными людьми. Другими словами, они верят в то, что даджаль сегодня правит всем миром. Правильно ли верить в подобные вещи? Неправильно, ведь это противоречит здравому смыслу и тому, что пришло в Коране и Сунне. Во-первых, мы не должны верить в то, относительно чего у нас нет четких доказательств. Всевышний Аллах сказал, «Не следуй тому, чего не знаешь. Поистине слух, зрение и сердце – все они будут призваны к ответу за совершенные поступки». Например, некоторые заявляют, что даджаль может двигать горы. Нет этому доказательства в Коране и Сунне. Есть сообщения о том, что он сможет вызывать дождь и взращивать различные растения на земле. О горах ничего не говорится. Если нет доказательства, мы не должны в это верить и подтверждать. Во-вторых, согласно сообщениям пророка саллиллаху алейхи вассалям, даджаль явится лишь перед днем суда. Это значит, что сейчас нам он ничем не угрожает. Сегодня он никак не может повлиять на нас, ведь его время настанет лишь в конце времен. Сообщается, что пророк алейхи салляту вассалям подозревал, что человек по имени Ибн Сайяд, который жил в его время, является антихристом. С ним однажды встретился Абдулла ибн Умар, да будет доволен имя Аллах. Сама история большая, но в ней приводится подробный диалог. В конце говорится о том, что встреча закончилась тем, что Абдулла ибн Умар ударил Ибн Саяда, и тот ничего не смог ему сделать. Вся суть этой истории в том, что Абдулла ибн Умар, зная, что Ибн Саяд может быть даджалем, ударил его. Это означает, что он верил, что даджаль до судного дня не имеет какой-либо силы и влияния. В своем рассказе, Тамим ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сообщил людям о том, какие вопросы даджаль задавал ему, о каких местах на земле он спрашивал, и говорил, какие события должны будут произойти в будущем. Данное повествование показывает нам, что даджаль находится в заперти в этом острове, так что он ничего не ведает о том, что происходит на земле. Третье и самое важное замечание в связи с этой темой, почему мы строим какие-то догадки и верим во всякие заговоры относительно даджаля, и забываем о той силе, что намного сильнее даджаля. Мы говорим об Иблисе, который является главой всего зла, что происходит на земле. Он наущает людям, внушает дурное, совершает и велит предосудительное. Так же именно он будет направлять даджаля. Его подробные описания пришли в Коране и Сунне, так почему же мы забываем о нем и верим в то, что не имеет доказательства? Нужно заботиться о том, как бы не попасть в сети шайтана и не обмануться его уловками, а не жить в страхе от даджаля, который на данный момент не имеет никакой силы и влияния. Нужно приложить все усилия для того, чтобы защититься от зла Иблиса, ежедневно читать Аскары, читать и размышлять над аятами Корана, обращаться к Всевышнему Аллаху с мольбами. Канал Ансармедия предоставляет вам уникальную возможность стать частью этого важного призыва и борьбы против смуты даджаля и других искушений. Ваше участие и пожертвование помогут распространять правдивые знания и предупреждения, опираясь на Коран и Сунну. Поддержите наш канал, переходите по ссылке в описании и станьте частью этой благородной миссии прямо сейчас. Что касается Антихриста, а также других смут, что произойдут перед днем суда, как нашествие народа и аджуч и маджуч, огромные провалы земли, огонь, который погонит всех оставшихся на земле людей к месту сбора и прочее, то верить в них уже является действием. С нас не требуется строить никаких догадок и заговоров. Наша обязанность – верить в эти события так, как они описаны в Коране Иисуне Пророка. Алейхиссаляту вассалям. Продолжение следует...